Кибер-следователь будет контролировать безопасность на предприятиях. Программный комплекс создали новосибирские новаторы. Разработчики презентовали свое решение, позволяющее не только предотвратить учечку данных, но и контролировать эффективность труда сотрудников. Бизнесменам и руководителям компании станет проще пресекать неприятные инциденты с участием персонала. Татьяна Кияева узнала, как работает программа. Никуда не делалось и все время было необходимость достоверных данных. Что происходило на рабочем месте, кто кому что отправил, отправились, реагировал. Разработчики презентуют полностью отечественный программный комплекс, который использует инновационную методику анализа многомерных данных. Софт помогает предотвращать инциденты с участием персонала и утечки конфиденциальной информации, восстанавливать хронологию событий, блокировать запрещенные действия, анализировать поведение пользователей. Зарубежные компании, конечно же, ушли. И это для нас определенная возможность. То есть открылась ниша возможности. Но при этом конкуренция на рынке информационной безопасности очень большая. Мы, с одной стороны, технически сложный продукт, но с другой стороны, мы достаточно легковесное решение. У нас достаточно низкая стоимость владения. Я бы сказал, наверное, одна из самых низких стоимостей владения на рынке. Наше решение позволяет собирать достаточно интересную аналитику в абсолютно нестандартных разрезах. Программу можно установить на любые операционные системы. Среди пользователей промышленные и логистические парки, финансовые организации, представители бизнеса, госкорпорации России и зарубежные партнеры. В IT-компании проходят практику и стажируются выпускники сибирских вузов. Систему разработчики предоставляют образовательным организациям региона как учебную модель для подготовки специалистов информационной безопасности. Компания, что интересно, является резидентом Сколково. То есть, находясь здесь, в Новосибирске, работая в Академгородке, компании могут получить статус резидентства и использовать все преимущества резидентства Сколково, которые оно дает. Это льготное налогообложение, это участие во всяких акселераторах. С точки зрения использования наших региональных инструментов поддержки, это областной инновационный фонд, что касается консультаций, что касается выхода на резидентство Сколково и инструментов фонда Бортника. Также правительство региона дает субсидии на осуществление трансферотехнологий. На эти цели в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 170 миллионов рублей. Продукты для информационной безопасности как никогда востребованы на рынке. Уровень кибератак и угроз значительно вырос с началом специальной военной операции. Нападают даже на базы данных правительства. Мы видим то взлет, то падение. Сейчас, можно сказать, находимся на таком стабильном уровне. То есть атаки идут постоянно. За первое полугодие этого года зафиксировано 20 тысяч компьютерных атак. Это различные либо компрометации, то есть попытки взлома инфраструктуры, либо попытки рассылки тех же самых фишинговых писем. Соответственно, они блокируются и до пользователей в принципе даже не доходят в большинстве случаев. Среди важнейших направлений развития эти сферы – импортозамещение, обеспечение кибербезопасности и подготовка кадров. Государство поддерживает отрасль налоговыми преференциями, льготной ипотекой, грантами. На региональном уровне – снижение ставок по налогам для аккредитованных компаний, возможность получения инвестиционного налогового вычета. Татьяна Кияева, Данил Колпаков, Новости ОТС.